...линия устойчивости. Ворот. Ворот. Я думаю, многим из вас приходилось видеть, а может быть даже и самим, поднимать воду из колодца. Вот у меня как раз такое колодец и есть. Мы видим ведро, ворот, на который наматан трос или просто говоря веревка, и рычаг. Вот я вращаю, поворачиваю ручку этого ворота и опускается ведро вниз. Опустилась до воды, подчеркнули воду в колодце, потом начинаем вращать и поднимать воду из колодца вверх. Вот веревка наматывается на ворот. Значит, мы видим здесь рычаг, с помощью которого мы вращаем ворот. Скажите, если эта ручка, этот рычаг будет длиннее, нам будет труднее работать, поднимать воду или легче? Легче. Совершенно верно, потому что мы будем прикладывать силу. И сила прикладывается по касательной к окружности, ворот вращается по окружности. Мы проходим больший путь, ведро поднимается на одну и ту же высоту, но поскольку мы проходим больший путь, то мы проигрываем в силе. Сейчас мы рассмотрим устойчивое положение равновесия этой механической системы. Вот, вы подходите к этому колодцу и наблюдаете ворот неподвижный, на веревке висит ведро и рычаг. Я хорошо помню, и, наверное, вы тоже можете вспомнить такое явление. Начинаем это ведро опускать вниз-вниз, опускать, опускать. И вдруг, начиная с некоторого момента, не надо нам уже вращать этот ворот, ведро поехало вниз само по себе. Вот почему это так происходит? Почему вначале мы должны поворачивать, а потом город опускается уже сам по себе? Вот об этом и пойдет сейчас речь. Объяснение этого факта. Начальное положение этого города устойчивое. Посмотрите, я оказываю случайные внешние воздействия на эту систему. Толчок, рычаг, удар, все возвращается в исходную систему. По ведру мы можем, так сказать, тоже как-то возвести устойчивое положение равновесия. Смотрите, когда ведро опускается вниз, то, соответственно, увеличивается длина той веревки, которая связана с этим ведром. Если ведро оказалось далеко внизу, то веревка оказалась длинной. Это означает, что масса вот этой части конструкции увеличивается. Давайте посмотрим, что будет происходить, каким будет отклик системы на увеличение этой массы. Массу я буду увеличивать следующим образом. Я не буду опускать слишком далеко вниз это ведро, потому что плотность веревки у нас мала. А массу я буду увеличивать, помещая некоторый дополнительный груз в это ведро. Так, опускаем. Отклик заметен. Рычаг повернулся, поднялся вверх. Еще увеличиваю массу. Опять немножко. Еще разный груз добавляю. Так, так, так. Так. Еще разный. Так, еще. Оп! Система потеряла устойчивость. Вот, и резко ведро пошло вниз. Вот, иногда явление потери устойчивости называется катастрофой. Катастрофой. Вот, эту элементарную конструкцию можно назвать машиной катастрофой. Машиной катастрофой. Потому что на ней можно наблюдать это явление потери устойчивости. Объяснение этой конструкции очень простое. Очень простое. Значит, ось ворота. По отношению к этой оси мы имеем две силы. Во-первых, с одной стороны, это сила тяжести этого ведра и некоторой части веревки. С другой стороны, сила тяжести вот этого ворота. Каждая из этих сил обладает моментом. Моментом. Момент это произведение силы на плечо силы. А плечо силы это длина перпендикуляра или расстояние от центра вращения до прямой, вдоль которой действует эта сила. Значит, центр вращения это ось ворота, ось ворота. Плечо силы тяжести ведра это радиус ворота. В данном случае это внутренний радиус вот этой катушки, которую я здесь использую для модели. Этот радиус невелик, тут порядка 5 миллиметров. 5 миллиметров. Радиус мал, а это все-таки масса довольно значительная. По сравнению с массой рычага. Рычаг здесь у нас моделируется проволочкой, на которой мы можем перемещать некоторый груз, противовес. Если рычаг из этого положения переходит в другое, приближается к горизонтали, то плечо силы увеличивается. Потому что центр масс рычага находится в некоторой точке этого рычага. И по расстоянию до вертикали от этой точки, вот плечо силы вот таким скажем является. При повороте увеличивается. Значит, если мы увеличиваем плечо, увеличиваем силу, связанную с ведром, то наша система реагирует и переходит в новое положение равновесия. Можно сказать, что это система, которая управляется одним параметром. Вот та масса, которая находится в ведре, параметр, от которого зависит положение всех остальных элементов этой системы. Это одномерная система. Она имеет устойчивое положение. Мы это устойчивое положение наблюдаем. Наблюдаем. Этому устойчивому положению ворота можно сопоставить и неустойчивое положение ворота, когда рычаг симметричен относительно горизонтально. В этом случае плечо будет одно и то же. Плечо будет одно и то же. Центр масс находится на одной и той же вертикали. Но верхнее положение неустойчивое, и мы его не наблюдаем. А вот нижнее положение мы его наблюдаем. Еще раз наблюдаем, демонстрируем это устойчивое. Внешнее воздействие покачивания около положения ворота. И при увеличении массы ведра система теряет устойчивость, наступает катастроф. Почему верхнее положение неустойчивое? Давайте попросим, что верхнее положение в равновесии. Вот центр масс находится на этой вертикали. Представим, что мы немного отклонили рычаг вверх. Рычаг немножко отклонили вверх. Тогда центром масс этого рычага с этой вертикали уйдет внутрь. И плечо, соответственно, уменьшится. И поэтому... А если вниз? Так, если мы из верхнего отклонения, если из верхнего положения, вот из этого, чуть-чуть отклоним вниз, тогда у нас плечо рычага увеличится. Плечо рычага увеличится. И значит, момент от рычага заставит систему вращаться далее. И система перейдет в новое устойчивое... Отлично. А чем отличается от этого нижняя? А в нижнем положении вот я держу вертикаль, на которой находится центр масс рычага. Повернем рычаг вверх. Видно, что центр масс рычага удалился от катушки. Значит, плечо его увеличилось. А если вниз? Новый момент увеличенный вернем систему в исходное положение. Да, но если вниз? Так, пожалуйста. Если мы отклоним вниз, то момент силы тягости рычага уменьшится. Потому что смотрите-ка еще раз. Когда рычаг отклоняем вниз, центр масс приближается к вертикали. Плечо уменьшается. Значит, этот момент уже не будет компенсировать момент силы тягости ведра. Ведро будет доминировать здесь. Да. И, казалось бы, должно уменьшиться. Ребята, положение симметричное. Почему одно из них устойчиво, а другое неустойчиво? неустойчивое положение. А что? А что? А теперь вот это отпустили, и ведро начинает его попасть? Такое несимметричное положение. Там все время есть направление, когда сдвигается центр тяжести ближе к оси. И другое направление, когда сдвигается дальше. Дело в том, что они вот сидят, им кажется, что они все понимают, а на самом деле боюсь, что они как раз это не понимают. Из-за чего? Вот, посмотрите, вот я нарисовал рычаг. Это да. Ары-чаг. И это тоже. Ары-чаг. Да. Значит, центр масс находится, может находиться вот на этой вертикали, и момент силы тяжести уравновешивает так в ведро. Да-да-да. Вообразим, что мы чуть-чуть отклонили эту систему. Значит, вот, рычаг повернулся, скажем так. Да. А, соответственно, нижний повернулся по часовой стрелке. Настолько же. Да. Казалось бы, положения симметричные. Они должны быть не одинят, по. Чтобы симметрично было, нижний должен повернуться по. Вы хотите... Я хочу, чтобы они увидели, что вроде бы ситуация симметричная, а почему-то в одном случае ответ такой, в другом случае ответ другой. Понимаете? Значит, если... Сюда. Да. То... В том момент уменьшается, безусловно. Здесь было еще такое, еще стало такое. И это они понимают. Еще большое, здесь эльбам. Да. Значит, в новом положении рычаг уже не уравновешивает. Совершенно верно. Ведро доминирует. Да. И дальше пошло. И то же самое, если повернуть нижний рычаг. А если здесь, если мы берем сюда, то будет то же самое. То. Ровно то же самое. Значит, начиная доминировать в новом положении ведро. Да. Ведро тянет вниз и поэтому рычаг возвращается в это положение. Ведро в одну сторону. То есть, вроде бы, они симметричные, а ведро при этом... Вы видели? Или нет? Дело в том, что эту конструкцию крутит... Ну, как сказать... У нас есть вот это вот сухожилие, я не знаю, веревка, до которой привязано ведро. И эта веревка крутит все в обоих случаях в одну и ту же сторону. В одном случае складываются эти вращения, а в другом случае они противоположно направлены. Так, идея понятна? Так, на самом деле, ребят, есть еще одна штука, которую вы, скорее всего, здесь не заметили. А именно, наш рычаг это вообще-то некий грузик. Да? Замечательно. Поэтому, если анализировать эту систему, если анализировать эту систему, то надо еще что учитывать? Нет? Да, вес самого. Вес этого грузика. Ой, а можно мы напишем уравнение? Уравнение? Да. Правда, будет лучше. Уравнение, скажем, здесь у нас катушка. То есть, ребят, это понятие до конца. Катушка. Да. Катушка радиуса R. Значит, здесь плечо от ведра постоянное. Масса... Ну, оно не то, что постоянное, а практически постоянное. Там чуть-чуть может... Да, мы считаем, что тут вот пренебрегаем массой нити. Да. Значит, тогда здесь момент. Может быть, я ведро буду момент никак обозначать тогда. Ну, так буду писать просто тогда момент. Момент, правиль, M, G. Будем писать? Конечно. все поправлю. М, G, R. Так, это все понимают? Итак, тянет M, G, R. Дальше. Теперь давайте положением вот рычага будем определять углом, чем же еще? углом от горизонтальной скажем, вот углом альфа и расстояние от центра от оси до центра массы чекерта устреча M, малая и это расстояние у нас обозначено R большое. R большое, да, R большое. Тогда в случае равновесия, это условие равновесия, это равенство момента. Значит, G, R малая равняется M малая на G, а здесь плечо это R 8 усадь из прямоугольного треугольного касси. Да, 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 отлично. R осинус а на R сокращаем на R сокращаем и тогда получаем что же на шире сокращаем получаем M R равняется M маленькая большая R большое осинус а осинус а что же здесь получается значит рассмотрим графики двух функций графики двух функций значит это у нас альфа здесь будем вот эти вот величины связанные с моментом я изображаю значит две функции левая функция постоянная какое-то значение M R а правая функция это косинус косинус умноженный на M наш начальный момент то есть прямо форамон M R M R мы хотим чтобы были в положении равновесия значит это уравнение должно иметь корни графики двух функций должны пересекаться значит исходное вот это значение M воборот L R и дальше пошел косинус вот так периодически ну и видно что есть два угла один острый другой тупой поскольку тут с точностью оборота этого альфа мы привлекаем массой сматываемые наматываемые нити то имеет смысл рассматривать это только на отрезке и мы видим здесь две точки пересечения значит два положения здесь один острый а другой ночью больше чем 180 даже все поняли так а как узнать какое из этих положений устойчивое а какое неустойчивое по графику почему это положение устойчивое а другое положение неустойчивое нет ты ничего не понял у нас этот самый грузик привязан так что при изменении угла r большой не меняется как узнать по картинке устойчиво или нет давайте подумаем угол то вот здесь это когда острый угол угол чуть-чуть увеличился что происходит с моментом момент уменьшился ведро так замечательно но во всяком случае скажу так нужно думать на эту тему кто понимает как надо было бы нарисовать график чтобы думать на эту тему не надо было что надо было изображать или графика чтобы все стало понятно и очевидно нет энергию надо было рисовать энергию системы ребят дело в том что вообще на чем хорошая энергия это одно число которое называется ну это для физики энергия это примерно то же самое что банковский счет для человека сколько у тебя денег согласитесь что это важная характеристика благополучия человека там из семьи или государства согласно она меняется конечно она в разные моменты времени там получил зарплату стало больше там потратил стало меньше да у человека она меняется но в некотором смысле она и у физической системы может меняться да так вот господа хотя и закон сохранения энергии что если система ни с чем не взаимодействует то тогда энергия не меняется правильно да 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 ну почему планету там звездную систему там бывают разные замкнутые системы так вот давайте напишем энергию мы это способны сделать или нет как почему нет так несчастности ты мой даже энергию дописать не можешь чему равна потенциальная энергия система под углом альфа расположен умеешь ли ты писать энергию системы потенциальная энергия это есть произведение массы на же и на высоту ребят на самом деле вся ваша математика ничего не стоит если вы видите хоть 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 немножко не понимаете физику ну а смысл то ну выучили вы там научились ли там решать сложные задачи по индукции и так далее если вообще не понимаете как примет отношения к жизни ну это обидно потенциальная энергия стандартная формула как какого-то от горизонтали конечно от горизонтали проходящий через центр города конечно через центр города тогда давайте запишем не надо стирать у вас все доска вас слева все системы значит город у нас поднялся вот масса м г а высота кто скажет какова высота р синус альфа р синус альфа значит умножить на р синус а а если альфа проactor вот положительно тей альфа увеличивая если рост но не How to уменьшать уменьшается 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 нет но muchos да да конечно конечно два здесь katrum то чтобы потенциальной энергии отрицательно этом нет ничего страшного это же вопрос от какого уровня считать. Понимаете, да? Всегда важен начальный уровень какой-то отсчетный. Да, конечно. Вот посмотрите-ка, если я сейчас... Вот кусок мела обладает потенциальной энергией относительно этого стола. Но относительно потолка, относительно пола следующего этажа, отрицательно. Наоборот, мы должны совершить работу, чтобы его поднять и получить там нулевой уровень потенциальной энергии. Так, это потенциальная энергия рычага. Будем считать с вами, что когда потенциальная, что когда ворот горизонтальный у нас, потенциальная энергия ворота равна нулю. Зачем нулю? Давайте уж, пусть какая-то есть веревка. Зачем? Иначе они не поймут. Просто есть в нулевом состоянии. У нас вот когда горизонтально расположена палка, то ведро находится на каком-то там уровне. Ну, чтобы было так похоже на жизнь. Вот есть некоторая там высота, некое расстояние. Да. Эс-соль. Да. Так. И тогда потенциальная энергия... Надо посмотреть, что происходит при повороте. При повороте ворота на угол альфа у нас вся система проворачивается. Значит, если мы поворачиваем на угол альфа, рычаг поворачиваем, то ведро опускается. Опускается на величину r малая альфа. Поворот на угол альфа сматывается. Потому что угол измеряется в радианах. Когда у вас угол измеряется в радианах, то длина дуги – это произведение радиуса на угол. Да, значит, становится не l нулевое, а l нулевое плюс r альфа. Добавляем сюда, да, с плюсом. Да. И пишем, значит, масса вегра у нас m, v. И длина, значит, у нас, мы сказали, r синус альфа. r синус альфа. Слово синус. С минусом? Нет, синус. Вы написали там синус, хорошо. А здесь что-то еще получилось. Синус. Ага. Что-то не то я написал, здесь просто альфа. Вот именно. А что это за лабора? Да, вот так правильно. Вот так. W – энергия. Нет, какой буквой обозначать энергию? Это, коль, вопрос десятый. Тут вопрос в мастерском алфавите, да? Вот, просто мы сейчас пишем полную энергию системы. Давай, давай еще раз поймем. Энергия системы состоит из энергии грузика этого города и энергии ведра. Ведро расположено… Нет, все-таки л нулевое, вы забыли. r альфа плюс л нулевое. Значит, m, g, l, альфа. Давайте еще раз. Вся энергия системы состоит из первого слагаемого. Это энергия грузика вот этого, ворота, да? Все поняли, откуда берется m, g, r, синус альфа? Максим, понял? Да. Замечательно. После этого идет m, g умножить на сумму. l нулевое плюс r альфа. r альфа возникает из-за того, что ровно на такое состояние сдвигается при повороте. Отлично. И вот теперь надо понять, что последнее слагаемое, во-первых, ни на что не влияет. Это постоянная величина, которую мы написали, что называется, для реалистичности, потому что ведро же на каком-то расстоянии. Но на самом деле от того, что вы всю энергию… Это так же, как в изучении электричества. Помните, там есть уровень, от которого отчитывает потенциал. Это то же самое. Вы можете от любого уровня отчитывать потенциал. Любую точку можете сказать, что у него потенциал ноль. Да, да, да. Так вот, последнее слагаемое ни на что не влияет. А вот первые два слагаемых – это величины, зависящие от альфа. И вот сейчас надо понять, как же выглядит график этой функции. m, g, r, синус альфа плюс m, большое, g, r. Ну, r опять ни при чем. Я сейчас буду помочь, чтобы заменить исследование этой функции вот этой. Ну, как-то она и есть. Альфа плюс k на синус альфа. Ну, да. Значит, структуру можно поделить на m, g, r. Поделить, разделить. И вот этот коэффициент получен, обозначен буквой k. Ну, да. m, g, r маленькая, вынести за скупку. Да. Действительно будет такая функция. Альфа – это переменная, альфа – это величина угла. У нас функция от альфа. Отлично. Ну как, при маленьких альфа это почти что линейная функция. Совершенно верно. Вот если k, а можно еще теперь в зависимости от k смотреть. Если k малово, то синус альфа не влияет на альфа. И здесь вот эта возрастающая функция альфа, вот давайте я так же буду писать, без сектриса, и к ней малые отклонения. Значит, может быть, вот так мы соберем функции. Это когда k очень маленькая. Синус, он же колеблется, он, понятно, да? Сначала он растет, потом становится даже отрицательным. Вот. То есть, когда k меньше единицы, то действительно наша функция будет монотонная. Это понятно. И поэтому энергия всегда будет увеличиваться, и поэтому система будет, ведро будет сваливаться вниз. Ну да, это хорошо. Но все-таки у нас k больше единицы. Да. Значит, может быть, теперь эту функцию сотню? Нет, нельзя. Потому что нам как раз неинтересно сравнить. Сравнить, хорошо. Теперь синус начинает все более и более проявлять себя. Значит, может случиться, вот там, если k равно единице, если k равно единице, то эта функция все время возрастает. Потом в точке k равая π касательная становится горизонтальной. Так, все понимают, почему? Синус в точке π минус единица. Вот когда синус будет минус единица. Ну, 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 в точке π, ноль. В точке π ноль. Но потом все равно будет вырастать. Значит, это что означает? Появляется, по-моему, положение равновесия, но оно неустойчиво. Понятно или непонятно? А теперь самое интересное. k больше единицы. А вот если k больше единицы, то вот синус появляется. Нет, 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 ну не так сильно. Только, наверное, вы все-таки зря это отбросили, эль, потому что нам надо все-таки смотреть пересечения нулевые. Нет, 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 все правильно вы сделали. Как раз все. То есть, сейчас тоже наблюдаем потенциальную. Нет, секунду. Ребята, вот сейчас то, что нарисовано, это, конечно, карикатура. Так резко оно вниз не пойдет. Но, тем не менее, тем не менее, действительно оно в какой-то момент пойдет вниз. Так, господа, давайте поймем, чтобы все это сто процентов поняли. Все помнят, как выглядит график синуса? Или не все? Господа, давайте голосование. Кто понимает, как выглядит график синуса? Второй вопрос. Все ли знают, что нужно сделать с функцией, когда нас интересует, где она возрастает, где убывает? Взять производную. Взять производную. Чему равна производная от альфа? Единица. Единица. Чему равна производная от к синус альфа? Минус к косинус альфа. Правильно. Производная от синуса это косинус. Так или нет? Минус. А на самом деле? Производная от синуса это косинус. Так вот, нам нужно, чтобы вот эта вот радость равнялась бы чему? 1 плюс косинус. Плюс как косинус альфа? Нулю, конечно. Давайте напишем это уравнение. Приравняем нулю. Равно нулю. А теперь, господа, смотрим, так оно было или не так. Так, по-моему, извините, у нас не так. Потому что у нас раньше косинус просто равнялся положительной этой величине. А сейчас то же самое, только с минусом. Мы где-то напутали с тем... В одном случае у нас угол, а в другом случае минус угол. Мы имеем точку максимума. Да. Минимума. Да. Максимум потенциальной энергии соответствует неустойчивому положению уравнений. Значит, малое... Я понимаю. ...тостые вот отвергния неустойчивые. Я не понимаю другое. Почему у нас на нижней картинке... Я специально попросил ее не стирать. Да. Почему у нас на нижней картинке уравнение было какое? У нас была косинусоида. Это замечательно. Но у нас там косинус равнялся с плюсом. Все. Все, господа. Мы ошиблись. Мы ошиблись. Что? Мы ошиблись. Мы ошиблись, когда писали потенциальную энергию. Надо там писать минус. Ага. Надо писать минус. Я прошу прощения. Это не специально. Это я не заметил. Ну и там тоже перед МЖЛ нулевой тоже минус. Просто мы отсчитывали вертикально вверх. И, соответственно, Л нулевое у нас идет вниз. Нет, ничего страшного. Давай, напишите там минус. Честно. Так, ну я написал, по-моему. Нет. МЖЛ нулевое. Последнее слагаемое, оно тоже идет с минусом. Так. А вы им потеряли просто. Вот. Ну и там, соответственно, альфа минус К, синус альфа. Все, все. У нас справедливость восторжествовала. Честно. А еще? А, вот здесь, ну тогда минус альфа. Да. Не, 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 почему минус? Вот здесь минус альфа. Не надо минус альфа. Плюс альфа пусть будет. Мы просто вынесем отрицательное. Мы вынесем минус ЖР. Только это же минус Альфа не будет иметь смысл энергии. Если мы знаем, то меняем. Ну хорошо, хорошо. Пусть вам будет минус альфа. Да. Минус альфа. Тут, если можно, исправьте. Ну, красиво перепишите, пожалуйста. Значит, это, рассматривая вспомогательную функцию. Минус альфа плюс альфа плюс к синус альфа. Да. Плюс к синус альфа плюс к синус альфа. И опять синус. Ну, как-то написали его. Плохо пишу. Да. Синус он по-другому пишет. Да. Ага. Так. Синус. Хорошо. И тогда расстроим этот график. Да. Все, надо убрать. Стоп. А тогда прижимом будет минус. Конечно. Сейчас все увидим. Ребята, заметьте, пожалуйста, дорогие мои. Это все очень легко. Но, извините, надо путаться. И математика отличается тем, что все-таки в ней все можно понять до конца. Поэтому, если где-то у вас там что-то не совпало, это не потому, что у тебя математика плохая. Потому, что где-то мы сами перепутали знак. Это минус альфа. Да. Теперь, если мы берем малое положительное ха, значит, добавляется к этой функции синус. Сначала синус положительный, потом отрицательный, и вот так. Но что мы видим? В любом случае, потенциальный, это аналог пропорциональной потенциальной энергии. Да, энергия будет уменьшаться. Энергия с ростом альфа уменьшается. Ну, и системе хорошо. Значит... Да, она уменьшает энергию. Все стремится всегда падать вниз. Чтобы энергия уменьшалась. Нет устойчивого положения равновесия. Так, теперь понимаете? Теперь, если к начинает возрастать, допустим, к больше единицы... Не-не, f' теперь надо исправить, потому что у вас сейчас неправильно f' написано. f', f' плюс 1, плюс k, плюс a. Но получится вот эта функция, которая сделает на единицу вниз. Вот это у нас уже космус. Так и должно было получиться. Значит, давайте смотреть. Если теперь k больше единицы, k больше единицы, то на первых порах будет доминировать синус. И тогда получится такая функция. Вот, будет положительно. Потом в точке π получится вот так вот. И потом, значит, синус будет отрицательный. Она получится вот так. Вот. Вот что получается. Вот. И тогда, что же здесь? Мы должны смотреть на какие... У энергии надо смотреть на максимум и на минимум. Да. Только тут, наверное, вот. Не так будет, да? Да-да-да, отлично. Вот так вот. Да. Это вот у нас график потенциальной энергии. Это малый, но острый угол. От нуля до 90 градусов. Да. И это точка максимума энергии. Да. Точка максимума энергии. А если энергия имеет максимум... Неустойчивое положение равновесие. Шарик на горе. Мы загнали шарик на гору. Работу совершили. Накачали энергию. Все равно неустойчиво. Все прекрасно получается. Значит, на языке энергии все объясняется. Так. Коля понял? Да. Точно? То есть, вот, связь энергии и связь нижнего графика. Понял. Два языка, да? Момент силы можно рассматривать, а можно энергии. Ребят, на самом деле, в большинстве случаев задачу можно решать и с силами, и с энергией. Но решение с энергией, оно обычно более простое. А главное, решение с энергией обычно хорошо тем, что в более сложных вопросах обычно с энергией получается, а с силами уже не получается. То есть, вообще, надо привыкать на первых порах к обоим языкам, а постепенно энергия, она понятнее. Продолжение следует...